Нам потребовалось достать знак. Но это наш знак, потеряюсь. Стоит он в траве давнешние годы. Нужно поставить на платину. Платина – опасное место. Гонят на ней со скоростью где-то килограмм 50. Вот мы поставим 5 километров. Подставляй же, не дави на нее. Потом можно будет пойти и подрисовать, краску достать. А поставить надо сегодня. Отрываю ее, она еще не значит. Она стояла, видно, прибитая поперек. Мы не подумали об этом. А здесь обдумано. Видишь как? Она прибитые эти две. А потом эти, значит, надо взять дома вот такие же бруски. А что ее к толбу так же прибить? Какой здесь? Никита жил, Павлова. А это Володя Пащенко. Усадьба. В огороде хоть маленько есть, а у Павла тут ничего нет. Ты неправильно гнешь. Гни вниз. А ты хоть в сторону. Все. Бежим скорее, чтобы нас никто не засапал. А то эти кацапы такие. Горох. Горох обмолочен или нет? Или у него... Да, да. Обмолочен. А чего же он у меня не разбазарил? Ничего не разбазарил. Он как раз раскидал. Но он же шел этим. Комбайном только. Так ты знаешь, что он обмолотил это? Да. Ты точно знаешь? Точно. Он здесь, когда ездил, убирал. Отсюда возили горох. А вот возили, это такой вопрос. Все, садимся, поехали. Он же оставляет. Вот другой знак нашли. 5 километров. Никто не соблюдает. Решили снять. С той стороны сделали официально 20 километров. 20 реально. Говорят, а это нереально. Поищи. Подложи под нее, где надо. Она привязана вот эта, болтается. Ну так оторвать-то можно ее. Нам оторвать-то не надо эту палку. Только эту оторвать. Вот. Если бы она была на шурупе, то оторвать уже нельзя было бы. Вот тут еще. А подошел, шуруповерт там открутил и все. Не надо еще рвать. Любитель крутить шуруповерт. Натолкнешься, когда нечем будет крутить. Тогда поймешь мои страдания. Готовы прямо. Хорошо. Еще один мы нашли знак. Были сейчас в другом месте. Деревня вот сбитая была. Валялась в траве. Нашли. Кто-то рядом косил, видно, сено. Врезался, шип. И затолкнул. А что и курить нельзя. Тоже болтается. Никому нужды нет. Ну, вот сейчас оторвали. Решили забрать. Вот так. Вот как она сделана была. Жесть. Я знаю, кто делал это. Я давал жесть на это. Все. Вот теперь можем прикрыть. Положи, это упадет она сейчас. Посмотри, она сейчас выпадет. И этот кружок подальше маленько отпихнуть. Вот, помаленечку тут строится. Вот, приехали на второй мостик. Знаки с этой стороны ставятся. Знак с этой стороны по правилам ставят. По правилам знак? Нет, 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 правильно, правильно. С этой. Я уже все. У меня же правосторонний. Так это обычно, это что, левосторонний или правосторонний? Правосторонний. Это я уже. Ты только столб переверни. Большим комнем вниз. Это все наступное. Тут не так трудно будет копать. Ломик-то не взяли. Да я выкопаю, выезжайте дальше. А? Я выкопаю, езжайте дальше. Да. С Божьей помощью. Вот оно, все, начинай. Да, я выкопаю. Не меньше 70 сантиметров. Мне только его помазать сразу надо. Сразу помазать. Толкушку ему. На, возьмите, Игнатий Иванович. Игнатий Иванович, возьмите. Давай. А я думал так. Мы сейчас туда проехали бы, и сразу там начали копать и там мазать. А потом назад пойдем. Ты копай пока. Ну давай, я буду копать. А Сергей там будет копать. И там помажем, и оттуда сразу уйдем. Давай назад, тащи. Столб сбросил. Больше ничего не надо. И надпись одну возьми. Надпись. Все. Я думаю, надпись другую возьми отсюда. А эту туда положи. Это получше. Это потерявкина. Визитка. Вот. Отведи в сторонку. Ну и посмотри, что еще надо здесь. Ничего не надо больше. Поехали. Выдерга есть. Возьми ее. Может, ей копать тебе надо будет. Долбить. Да я справлюсь. С Божью помощь. Да? Ну все, то да. Решили поставить на входе ограничитель. Только эту не замажь. Нашли, сняли, приехали. И сейчас замазываем. Так, еще. Ну ладно, потом перевернешь. На, держи. Сейчас я заканчиваю уже. Вот за сколько я выкопал? Ну, сколько, примерно. Десять минут не прошло. Да нет. Нет. Вот так. Теперь, я сказал, 70. Меряем. Раз, два, три. 75. Вот так. Ну давай, бери, ставь. Будем. Не прикасайся к той. Аккуратненько так. Сейчас смотри, там тебя не ударило это. Потихоньку. Не по стенке шабарщи. Так. Теперь поверни. Ну не так же будет считаться. Вон, вот где идет. Смотри. Вот там, вот как. Поверни. Поверни дальше. Еще. Вот так. Все. Закидывай. Больше мазать потом? Да, да. Ну, промажь. Промазь обязательно сейчас. А то закидаем. Там внизу не домазано. Домажь до самой этой. Может быть, удержится. Ну-ка давай. Обойди вокруг ее. Поворачивать не будем. Володя там копаешь. Вот так. Все. С той стороны. Сюда обойди. С той стороны. Я боюсь, что ты сейчас скатываешь на счет земли туда. Все. Давай. Убираю в сторонку. Так. Надо в уголок ее. Так. Все. Закидывай. И толки сразу толкушкой. Ну, солны. Молния сверкает. Хорошо. Хорошо долби. Нежи. Вот так. Господь дает. У нас Володя там трудится. Мы здесь двое, а он один. Копают тоже. Хорошо долби. Со всей силой. Рукой не ударим железку. Прорежешь сразу руку. Безрукавейщик. Что-то вот не люблю это. Так, подожди-ка. Ну, нормально. Прямо на нее едет и видит 5 километров. Куда несется? А гляжу, тут несутся километров 60. Платина. Она очень высокая. Метров, может быть, 5. Туда в пропасть лететь. Или в воду. А теперь попробуем скорость. Я его приму. Меры. Рукой не ударь, смотри. Сильнее толпки. Так, на-ка. Подержи, дай я сам. Вот это стекло не крути. Вот как вы любите крутить. Это, не знаю, Володя-то. Уже не шевелешься. А блин это старая. Это она сейчас улежится там. Ее не возьмешь нищем. Мы вот копали. Андрей, глухонемой. И Витя. Метр восемьдесят, наверное. Здоровый. Плеханов. Копаем. Оба здоровые. Работает крепко. У одного три ямки. А я их вечером намещаю, где копать. Пятьсот ямок с толпами обгоражили. У другого четыре. У меня пять. Они не могут ответить. Почему? А у вас земля мягкая. Ну, в темноте мы нащупаем. Давайте вы ногой нащупывайте ямку. Я делаю ямку днем. А ночью идем мы нащупываем. В темноте копали. Дело осенью было. Опять тоже результат. Почему? А почему вы не спросите почему? Давайте посмотрим, как я долблю. Я ударю в середину. А ты, а я в край. А что он дает? Ничего нету. В середину лунки надо бить. Вон, смотри, дождь, покажи. В середину лунки. А потом к ней я дроблю по краям. Ударил, нагнул. Ударил, нагнул. У меня получается пять или шесть ударов. А у тебя десять-двенадцать. Ну и дальше, конечно, крепость. Вот сегодня перекидал я здесь. В общей сложности сдвинул. Примерно тридцать тонн. Уму не постижу, моя главная. У меня все, конечно, спина. И все это мне даст знать. Песок полный. Камаз. Почел полный. И второй камаз. Поехали. С прицепом. Все? Включай. Все, давай. Тут дождь нас прихватил. Вот видите, как прошел дождь, видно. Побыли в бар большей. Записала. А теперь достали краски и решили этот знак маленько подрихтовать. На буху не залазь аккуратненько. Вот так. Сейчас мы видели белая птица. Белая-белая. Как лебедь. Но не лебедь. Вот здесь сидела. Куда она улетела, даже не посмотрели. Она тоже ловит рыбу. Пошел я посмотреть. Может быть, где-то увижу еще ее. Нет, не от этого улетела. Столько всего сегодня за один день было вот. Считаю, 30 с лишним тонн песка. Здесь пришлось сдвигать, раскидывать. Сейчас еще два КамАЗа заказали. Погода прошлась. Погода, говорю, дождик прошел. А тишина какая. Такая вода. Полная. Полный штиль. Такая обробка большая здесь. Песок. Вот он. Докуда насыпали. Конечно, это много песка ушло. Ну, много-то много. Там вот, докуда дошли. До двух часов справились. Дорога отошла вот как идет прямо. И она упиралась. Вот она где. Видно, насколько она ниже. Надо было поднять выше. И вот Бульдезерис так до сих пор дошел. И где она выходит на уровень. Он раз, бровку убрал. Вон куда. Игнать тихо. Игнать тихо. Что теперь кисточку эту мыть надо, наверное, да? Так, еще такое. Теперь мыть надо эту кисточку-то. Да. Ты хорошо как раз белый, да? Ну, а мыть-то где? Ну, где он. Я откуда знаю, где. Ну, просто может протереть. Хорошо. Об этом мы как-то не подумали, что одна кисточка. Ну, тогда, может быть, ее там много ли от нее будет? А маленькая не такая красная будет. Ну, давай, бери ее. Ну, у меня есть... Там разбавлять, говорит, вот оттуда, скипидар-то. Сейчас я маленько ее... Развести ее. Вот она уже поднамленная. Лучше выглядит. Вот так получилось. Внутреннюю цифру не стали трогать. Потому что подтекает. Кисточка большая. Маленькая нет. Ну, и все. Поехали другую делать. Вот такую досталось нам. Грязь очистили. Сергей Павлович, начав. Щетка проводи линию около белой вверху там. Везде. Это из Потеряевки выезжать. А то делали в Потеряевку выезжать. Вот как раньше. Бульдозера тут работали все. А он эти гребни между траншеями-то сравнял. Две краски. А кисточку взяли одну. Вот маленечко розовая-то. Да не нажимай ее. Ты уже которую очистил, та сторона белая у тебя. Вот она. А когда жмешь, та сторона не очищенная, которая, она красная. Она добавляет красноты. Главное, грязь замазали. Столб помазали. Все, больше ничего не надо. Лучше не сделать. Сматывай удочки. Это вот из Потеряевки выезжают. Они увидят. Совсем ржавленая была. Я показывал, какая. Дальше вода. Кисточку полностью оботри от краски. Покрась столб. Столб невысокий. На уровне щаловягчисткой головы. И в машине. Вот. И ты вытрясешь сейчас все. В смысле, мне задача два камаза достать еще песку. Не хватило. Вот лог. Лога – это остаток посвяного потопа. Там березки где-то ветром надуло. Туда я ходил уже. А это вот татарник или как не знаю даже название. Ну все, надо собирать баночки. Все-таки видно, 5 километров, чтобы больше не ездили. Мы их предупредим. Лихачи. Чтобы проехать 5 километров, вот это 270 метров. Ну это потребуется, ну может быть, полторы минуты. Это дороже жизни. Все, с Богом.